Товарищи, в эфире бокс, Колизеум, второй день полуфинальных поединков. Это первый бой сегодняшнего дня. На ринге боксера полутяжелого веса, категории до 81 килограмма, Сергей Бражников, Советский Союз, Терри МакГрум, Соединенные Штаты Америки. Рефери, Ирландис Шон Кенневан. Идет второй раунд. Первый прошел приблизительно в равной борьбе. Во втором раунде активнее начал Сергей Бражников. Но, правда, был момент, когда он пропустил опасную атаку соперника. Сразу же хочу вам сказать, что боксеры прекрасно знают друг друга, поэтому поединок начали без разведки. Они встречались совсем недавно в Москве, в конце апреля, перед первомайскими праздниками, в спорткомплексе Олимпийский, в традиционном матче в Бернах СССР и США. И тогда Бражников уступил по очкам Терри МакГрума. И сейчас, кстати, вы видели очень опасную атаку американского боксера, и она была весьма-весьма результативной. И вы знаете, вот беда некоторых наших боксеров, как только они ввязываются в обмен ударами, так они сразу же начинают проигрывать американцам. В первом раунде очень искусно вел поединок Бражников, хорошо маневрировал, атаковал с различных дистанций и набирал очки. Затем, как только вошел во встречный бой, тут же стал пропускать удары. Сергею Бражникову 22 года, он из Белгорода. Уже 13 лет занимается спортом, боксом под руководством своего тренера Симонова. Он чемпион Советского Союза нынешнего года. Ну, как видите, пока еще высоких титулов у него нет. Терри МакГрумпо старше на два года. Он из города Литтл-Рокштадт, Арканзас. Участник чемпионата мира 89-го года в Москве. Проиграл в четвертьфинале нашему знаменитому боксеру Шановазову. Вот показывает повтор. Я уже говорил в предыдущих репортажах, что режиссеры передачи, к сожалению, несколько тенденциозно показывают фрагменты раунда в повторе. Как правило, успешные атаки своих боксеров. Но третий раунд. Вот, на мой взгляд, первый раунд выиграл Бражников. Второй – американец Терри МакГрумпо. Ну вот, встретим, как поведет себя Бражников. Первый полуфинальный день наши боксеры проиграли своеобразный мини-матч сборной США. 3-2 выиграли американцы. Сегодня 8 боев, в которых встречаются боксеры Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Но, думаю, что вы не удивляетесь, поскольку я уже говорил, опять же, могу повториться, что на играх доброй воли в каждой весовой категории приглашается по два боксера из США и Советского Союза и по четыре лучших боксера из других стран. Лучших в этих весовых категориях. Вот, в полутяжелом весе, в первом полуфинальном бою, встречаются Бражников и Терри МакГрумпо. А во втором встретятся еще пара – Андрей Курнявко, наш боксер, и американец Джереми Уильямс. Очень трудно боксирует здесь против американских боксеров зал на стороне своих. Но вот в прямом смысле здесь дома и стены помогают. Хорошо атакует БагГрумп. Ну, у него своеобразное психологическое преимущество. Он выиграл в Москве у Бражникова, ну а теперь дома. Нет, на пользу Бражникову вот такой обмен ударами не идет. Смотрите, опять обмен ударами, и Бражников пропускает. Может быть, один-два удара попал, а три-четыре пропустил. А ведь в первом раунде все было прекрасно. Сам навязал сопернику свою манеру боя, хорошо маневрировал, удачно атаковал. Вот видите, одиночный удар по корпусу и вяжется в ближнем бою. Опаздывает, опаздывает в ближнем бою. Вот видите, арбитр ирландский Шон Кенневан открывает счет, считая, что Бражников в нокдауне. Вы знаете, в таких случаях боксеры иногда удивляются, ничего страшного не было. Но судья очень внимателен на ринге. Он присмотрит прямо в глаза и видит, потряс им удар спортсмена или нет. Бывает, конечно, ошибки, но не всегда. Ну что ж, я думаю, Сергей Бражников проиграл этот бой. Хотя торопиться не будем, давайте дождемся. Вы знаете, как это не парадоксально, но наши боксеры с американскими на уровне сборных команд встречаются 21 год. С 1969 года, когда впервые в американском городе Лас-Вегасе встретились сборные СССР и США. У себя в Москве и в других городах наши, как правило, побеждают с крупным счетом. Ну, в Америке тоже выиграют в основном большинстве наши боксеры, но уже с более скромным счетом. Как только выходят на крупные международные соревнования, здесь, как говорится, спотыкаются на американцах. И вот, как раз, первый полуфинальный день в этом отношении был характерным. Вот, видите, в этом повторе видно, как много пропускает ударов Сергей Бражников, и после именно этой атаки был открыт счет. Я, правда, все-таки думаю, что сегодняшний день пройдет, так сказать, с нашим преимуществом. Ну, есть у меня, так сказать, такое предположение. Будем считать прогнозом. Вот, видите, какой обмен ударами. Попадает и Бражников, и Американец. Ну, будем говорить, что точнее, конечно, был Терри МакГрум. Думаю, что он все-таки поопытней. Ну, не только потому, что он старше на два года, но и потому, что он и участвовал на чемпионате мира. И, кстати, вообще американские боксеры очень принимают участие в большом количестве соревнований, даже в своей стране. Здесь различные турниры, чемпионаты, здесь и золотые перчатки, и чемпионат США. Итак, ждем. Пять-ноль. Да, за счетом...